МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Счастливая старость – это то, о чем мечтает практически каждый человек. Но жизнь, подчас суровая, и далеко не всем надеждам человека суждено сбываться. Можно ли как-то предугадать, какая меня ждет старость? Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Суть мужчины». И сегодня мы попытаемся найти ответ на этот вопрос. И помогут мне в этом гости нашей студии, которых я спешу представить. Андрей, добро пожаловать. Здравствуйте. Владимир. Здравствуйте. И Дмитрий. Приветствую. Вы знаете, я не так давно прочитал одну книгу психологов по воспитанию детей. И обнаружил, что психологи утверждают, некоторые, по крайней мере, что существует четыре стиля воспитания. То есть, как родители воспитывают своих детей, применяя те или иные стили. Первый называется авторитарный. Это такой стиль жесткий, наказание. Запреты. Запреты. Следующий. Безучастный. Это когда родители пропадают на работе. Им просто некогда воспитывать своих чад. Третьим стилем называется у психологов разрешающий, или еще они говорят снисходительный. Снисходительный. Это как правило, когда родители готовы сделать все, что только не попросит ребенок. И четвертый. Авторитетный. Почему я, говоря о том, как предугадать старость, говорю о воспитании детей? А потому что, мне кажется, что от того, как ты воспитываешь своих детей, зависит, какая тебя ждет старость. Да. Но скажите, пожалуйста, давайте вот по порядку каждый из них рассмотрим. Авторитарный. Такое вот слово, известное для вас. Авторитарный стиль в семье. И, в частности, воспитание детей. Вы к этому как относитесь? Ну, в принципе, отрицательно. По большей части отрицательно. То есть, если это превалирует, такое воспитание в семье, естественно, это плохо. Потому что ребенку не дается право выбора, его внутренний мир, скажем так, от этого съеживается. Подавляют его. Да, подавляют. И в итоге человек вырастает замкнутым, нерешительным, неуверенным. Человек, который не может принимать решения. Наверное, и он, когда выйдет в самостоятельную жизнь, все равно не сможет правильно принимать решения. Потому что он не привык этого делать, даже в малые годы. Родители за него решают все. Все, да. Ну, а что, жизнь не научит? Такого человека, может быть, уже и не научит особо. А сломает, скорее всего. То есть, такой ребенок такой, выросший в авторитарной семье, он уже сломанный, вырастает сломанным. За него принимают решения. Ему всегда говорят, если нельзя, не объясняют, почему нельзя. Просто нельзя, и все. Слушайся меня, я так решил. И в итоге, что с такого человека выходит? Немного в пользу этого стиля воспитания. На каких-то этапах, или, может быть, фрагментарно, он будет просто необходим. Без него ни одно воспитание не пройдет. Вопрос в том, дозировка. Или какой-то случай, или какой-то эпизод из семьи, он требует. Ну, к примеру, ребенок быстро переходит дорогу, из руки вырвался. Нужно крикнуть, остановить. И он никогда не видел такого отца, который глаза вот такие, кричит и говорит, стой! Что это? Вот он, маленький стиль авторитарного управления. Ну, где-то бы я с Андреем согласился. Авторитаризм – это же дисциплина, это наказание, это нечто такое вот грубое. Ну, а если, скажем, ребенок, может быть, ну, неуправляемый, он просто никого не слушается. Что, разве плохо? Применить наказание, дисциплину. Ну, может быть, просто, скажем, немного ограничивать вот эти вот проявления такого вот неуправляемости. Сказать матери, что вот приедет отец, он тебя накажет или с тобой поговорит. И это, может быть, приводит к воздействию положительному. Отрезвляет. Да. Но мне кажется, что этот метод воспитания только для армии хорош, потому что там приказы без обсуждения. Нужно сделать это, ты должен сделать. Не рассуждая, нужно, не нужно, хочу, не хочу, должен. Только в армии, мне кажется, это возможно. А в семье этот стиль неприемлемый, мне кажется так. Авторитаризм, он ко лжи приводит. Да. Поэтому это неприемлемый. То есть, если я, ребенок, знаю, что я сделал что-то неправильное, и если родители об этом узнают, они меня накажут, может быть, даже не спрашивают. Поэтому встаем на место ребенка. Что я буду делать? Конечно. Все, чтобы они об этом не узнали. Я буду лгать, я буду выкручиваться. И сворачиваться. Евгений, ты в самом начале сказал, что мы сегодня говорим о старости. И нас будут досматривать кто? Те дети, которых мы воспитали. И вот я, взрослый ребенок, за мной нужно досматривать. И со мной тот, кого я воспитывал, будет авторитетно или авторитарно обращаться. Ну-ка, батя, встал. Ну-ка, быстро, давай. Нет, и мое мнение вообще не будет учитываться. Если на эту перспективу обращать внимание, то давайте закладывать авторитетный стиль воспитания. Вот такая перспектива, если будет нами рассматриваться, будет здорово. Мне кажется, что есть еще одна опасность, что если вот такой метод воспитания применять, то эти дети в своем, скажем, взрослом возрасте будут все равно такими же подвластными для своих родителей. И родителям придется до пенсии своих детей воспитывать и вести их по жизни, решать за них все эти вопросы. Думаю, еще одна из сложностей такого воспитания – дети не могут думать, мыслить, фантазировать. Это лишает их творческих способностей, просто на корне вырезает. Теперь давайте безучастные или равнодушные. Как я уже сказал в начале, это родители, которые всегда вечно на работе. Кстати, многие родители объясняют, почему они пропадают на работе. Они говорят, все ради детей, все только ради них. Ну и, соответственно, дети оставлены воспитанию улицы, друзьям, интернету и так далее. Тут можно подходить, наверное, еще раньше к этому вопросу, когда мы говорим о планировании семьи. Зачем вы вышли на этот уровень, расширяете границы своей семьи, рождаете детей, если вы не готовы уделять вам, не готовы уделять им ни сил, ни времени, а просто думаете о том, как их прокормить, как им создать два яруса кровати, один теперь, не одна комната, а две комнаты. Думайте об этом заранее. То есть родители думают, что мы должны дать образование, одеть, накормить. Материальное благо. А ведь кроме этого есть что-то большее. Это отношения, это разговоры, это беседы, это обучение, научение, наставляющие, родительская школа. Рыбалка, отпуск, тренировка, присутствия. Учебные заведения. Они не дадут то, что могут дать папа, мама. Может быть, стоит что-то пересмотреть в плане работы? Должны быть приоритеты какие-то выстроить. Если ты действительно завел семью и желаешь, чтобы у тебя все было хорошо, то не нужно в крайности впадать. Заниматься только материальным обеспечением своей семьи. Нужно еще и взаимоотношения выстраивать, и с супругой. Владимир, мне кажется, вот это весы как раз. Когда ты занимаешься тем, что пытаешься обеспечить материальное, ты вкладываешь свое будущее. Вопрос, что вкладываешь? То-то и дело, что ты... Я, получается, на весы воспитания своих детей ничего не положил. Это потом аукнется? Конечно. Мне кажется, что потом в старости тебя тоже обеспечат и домом престарелых, и все остальное. А личных взаимоотношений не придет, не принесет тебе ни цветочек, ни открытку с днем рождения, ничего. То есть сдал родителя своего престарелого в дом престарелых и забыл про него болезнь. Хорошо растут только сорняки. Если что-то ты хочешь, чтобы заплодоносило в твоей жизни, необходимо удобрять, обрезать и подвязывать, ухаживать, поливать. А это безучастно. Сорняки вырастут. Хорошо. Дальше идем. Мы так немного их рассмотрим, все эти четыре. Разрешающие или снисходительные – это те папы и мамы, которые готовы сделать все ради своего ребенка. Вот чаще такой стиль воспитания, он виден в магазине. Стоит ребенок у витрины пальцем тычет и говорит «хочу вот это», «хочу вот это». И родители перед ним. Да-да-да, конечно, только успокойся. Встречали такое, да? Да, было такое. Как вам кажется? Это нормально? Это нормально. Это нехорошо. Ну почему? Ну потому что, опять же, приведет к проблемам. Если сейчас он хочет игрушку или там что-то еще и получает ее тут же, то его запросы будут расти. Подождите, ну родители-то, они мыслят категории «мы этого не имели, так хотя бы детям нашим это дать». Это что, плохо? Ну, наверное, хорошо, если мы что-то даем, то, что мы сами не имели, и дети это имеют. Но дети должны почувствовать значимость этого. Они это не почувствуют, что они имеют, пока какой-то процесс не пройдет. Ожидание, там, собирание копить денежку, там, или время, там, день рождения придет, я тебе обязательно подожду. То есть пообещал родителям и сделал. Придет время, и он получит больше наслаждения, чем если он пришел, ткнул пальцем, и мама тут же ему дала. Он не ценит то, что получает. Потому что для него это… Нет, он не ценит полученное, он не ценит родителя, который ему это дал, потому что, ну, просто выполняются его капризы, сиюминутные. Вот, это капризы, скорее всего. Это все, что как кормить сладкими его. То есть ребенок хочет постоянно сладкого, образно говоря, если его кормить только лишь сладким, мы придем к определенному результату. Так и в этом случае. Если ему давать постоянно его, выполнять сиюминутные прихоти, мы придем к определенному результату. Я абсолютно согласен, и я понимаю, что то, как мы воспитываем детей, это наш вклад в наше же будущее. Поэтому я решил об этом поговорить вместе с вами. Это правда. Четвертый. Авторитетный. Здесь очень важный момент, что мы, как авторитет для наших детей, они с нас берут пример. Если мы себя ведем соответствующим образом, то наши дети в будущем как бы перенимают этот стиль жизни, и так же будут вести себя. Если мы ухаживаем за своими родителями, престарелыми, если их уважаем, заботимся о них, все делаем, то наши дети, видя, как мы за ними ухаживаем, соответственно, будут за нами точно так же ухаживать. Поэтому здесь авторитет родителей поднимается в глазах детей, потому что они видят, что то, что делают родители, это правильно, это на благо. А как можно определить, вот когда смотришь уже дети, взрослые, это семья... Какой стиль? Да, какой стиль применялся? Хороший вопрос, да. Но опять же, как мы вернемся к началу нашего разговора, если ребенок, выросший ребенок, умеет принимать решения, несет ответственность за свои решения, не перекладывает на других людей, на родителей, например, ну, как минимум, значит, авторитарности в его детстве было минимум, либо не было вообще. Ну, естественно, опять же, если такой выросший человек заботится о других, понимает их, то есть он, значит, вырос не в семье, которая, скажем так, папа и мама работали, всегда были на работе, а он был предоставлен сам себе, да. Здесь можно еще упомянуть одну мысль, или коснуться одной мысли. Если вдруг я воспитывался авторитарно, и мне это наскучило, и я увидел сложности от такого воспитания, и я не обязан так думать, что, ну вот меня так воспитали, и теперь все, я по жизни этот якорь буду влачить за собою. Ты понял, и ты читаешь, думаешь, экспериментируешь, и в свою семью это не вносишь. Понятно, что это потребует, может быть, каких-то налогов, усилий, для того, чтобы от этого освободиться. Избежать от всего. Да, но если ты знаешь, что в перспективе это сработает, это будет важно, отказывайся от того стиля воспитания, который был, на твой взгляд, неприемлем в твоей родной семье. Легко сказать, сделать не так просто. Да, но еще я хотел дополнить. Дело в том, что как узнать по выросшим детям, в каком стиле он был воспитан, то если в взрослом возрасте он идет к своим престарелым родителям и спрашивает совета, спрашивает какие-то… Владимир, вы мои мысли прочитали. Да, так вот это говорит о том, что… Вы просто поскромничали, когда я спросил, а вы сами являетесь ли авторитетами для своих детей. Позвольте поделюсь. Вот у меня сын старший, которому сейчас 18. Когда у него возникают трудности, он приходит ко мне. И спрашивает сына. Садится и говорит, пап, дай совет. Знаете, как это приятно, когда к тебе приходит сын и спрашивает у тебя советы. Поэтому я надеюсь, что я отнес бы себя к этому стилю. Хорошо. Андрей, скажите, пожалуйста, в Библии есть что-то о воспитании детей? Конечно же, Евгений, на центральном месте Священного Писания это ярко видно. Молитва Иисуса Христа, как Он учил своих учеников, в том числе и нас, молиться, начинается с обращения к Богу, как к Отцу. Отче наш. На страницах Ветхого Завета читаем в книге Исхода, 20 главе, заповедь данная детям. Почитай отца и мать, чтобы пролились дни твои на земле. А в Новом Завете мы находим, как родители и дети должны взаимодействовать. Родители не раздражайте своих детей. Чтобы они не унывали. Да. Ну, вообще красиво звучит, выглядит как бы идеально. Хорошо бы так в жизни было, чтобы родители не раздражали своих детей. И наоборот, дети, чтобы не раздражали своих родителей. Все это, конечно же, должно быть приправлено любовью. Это как? Любовь безразличная, любовь эгоистичная, любовь слепая, любовь авторитетная. Это та, которая может сказать нет. Это та, которая может допустить, чтобы ребенок пожал свои ошибки. Но это любовь, которая пойдет за уходящим, пропадающим ребенком до конца. И более того, пойдет на крест. Да, но как вот, если мы вспомним притчу о блудном сыне, любовь отца, или, скажем так, отец за сыном не пошел. Он его отправил. Дал ему его часть, как он требовал, и сказал, иди. Или все же отец пошел за ним незримо? Незримо, да. Мне кажется, что он еще в юности его вложил в него частичку своей любви, которая в результате, через долгое время, когда он побыл один, вот всем этим попользовался, что он получил от отца, да. И вдруг он почувствовал вот эту вот любовь Божью, это их зов такой Божий, в смысле именно отцовской любви, да. И он решил вернуться. Другой бы, если бы он этого не чувствовал, он бы, ну, не смог бы вернуться, наверное. Вы сейчас вспомнили притчу о, как его классически называют, о блудном сыне. Но лучше бы, наверное, назвать эту притчу не о блудном сыне, а о любящем отце. Да, да. Центр не в том, какие дети у такого отца, а в центре реакции отца, да. Какой отец у таких детей. И отец, по большому счету, не виноват, что такие дети. Но он готов с такими детьми сотрудничать, хоть с одним, хоть с другим. Под любого из детей он найдет свой сценарий. Кстати, вот в этой истории про сына, который взял наследство отца и ушел, мне здесь, знаете, вот видится такой интересный момент. Отец позволяет своему взрослому сыну вкусить эту жизнь. То есть он не просто лелеет его, не пускает его, он говорит, ну, хочешь, иди. Да, позволяет ему на своих собственных ошибках сделать какой-то вывод в своей жизни. Хорошо. Но это не вседозволенность. Да, да. Я читал еще одну книгу доктора Добсона, в которой он рассказывает историю. Это такой писатель христианский, и он пишет о воспитании детей вот из этой области. И он вспоминает такую историю. Пришла женщина к нему и рассказывает о том, что у нее сын, мальчишка, не помню какой возраст, но непослушный, неуправляемый просто. И доктор Добсон предложил помощь в каком виде? Он сказал, приводите своего сына к нам домой. Пусть он поживет в нашей семье несколько дней. Она согласилась, привела мальчишку. Первое, что сделали семья Добсонов, показали ему свой дом, рассказали, что здесь можно, чего здесь нельзя. И за то, что нельзя, если будет нарушено, будет определенное наказание. Ну, мальчишка в силу своей невоспитанности, конечно же, там все нарушал и получал наказание. Через несколько дней, когда он вернулся домой к своей маме, он начал свою маму учить и говорить ей, вот это нельзя, а вот это можно. То есть он из жизни семьи впитал определенные правила, которых в его семье не было. Где научиться-то этим хорошим правилам или принципам, которые нужно внести в свою семью? Мне кажется, что у нас есть пример наших близких, допустим, друзей, наших братьев и сестер. Окружение наше. Успешные, допустим, семьи, дети, там все. И когда мы смотрим, и когда мы беседуем, общаемся. Кстати, мы же люди должны быть коммуникабельны, должны общаться, делиться тем, что мы имеем. Тогда приобретается какой-то опыт, и мы этим опытом можем... Ну, Владимир, нам ведь людям-то не свойственно научиться у других, свойственно учиться на своих ошибках. Да, но если мы хотим что-то поменять в своей жизни, мы вынуждены учиться. Если мы чего-то не знаем, мы должны докопаться до сути проблемы, изучить ее, и тогда она изменится. Звучит очень красиво, но по жизни, мне кажется, это очень трудно. Вот я посмотрел на других и научился у них хорошим, и взял дома воплотил. Ну да, но Господь нас учит со страниц Священного Писания. Если мы хотим иметь хорошую жизнь, если мы хотим иметь спасение, мы должны жить по этим уставам, по этим принципам, по этим законам, которые Господь нам дал. И только в этом случае у нас будет победа, и мы сможем быть там, где и Господь. Но это спасение, а мы говорим о воспитании. И воспитание – это тоже часть спасения. Вот то, что мы говорили в начале, мы и пожнем. То, что посеем, то мы и пожнем. Есть личный опыт. Он может быть как положительный, так и отрицательный. Есть опыт твоего сообщества. Смотришь на одну семью, на вторую, и опять делаешь положительные и отрицательные выводы. А есть откровение. Библия – это книга, которая писалась несколько тысяч лет. И там есть и положительные и отрицательные выводы. Но самое главное – на страницах этой книги мы находим опыт отца. Отца всех отцов, Отца Небесного. Без откровений от Него и советов от Него никуда. Но нельзя это делать. Это будет большая ошибка, если мы это не сделаем. И будет большое благословение, если я этому совету последую. Хорошо. Что касается наказания. Вообще, как вы относитесь? Потому что это неоднозначно тема наказания. И сегодня есть мнение о том, что это неприемлемо. Есть мнение, что это необходимо. Есть разные меры наказания. Вообще, что вы думаете по этому поводу? Наказание для того, чтобы показать свою власть? Наказание детей. Недопустимо. То есть кто в доме хозяин? Но наказание должно быть. И Библия об этом. Если мы, опять же, апеллируем к Библии, Библия говорит, что не жалея розги. То есть наказание должно быть, но должно быть здравым. А есть люди, которые говорят, что нужно увещевать, нужно говорить, но не надо применять никаких наказательных мер. Дравоучением, типа, да? Есть такая. То есть одним словом только лишь. Но мы, как люди, мы не понимаем только лишь слова, к сожалению. И Бог к нам иногда обращается через наказание, потому что мы не слушаемся того, что Он оставил нам в своем слове. Ему приходится. И так и родителям приходится наказывать. То есть наказание, оно не должно быть самоцелью. Эмоционально, да? Выплеском своего недовольства. Выплеском энергии, своих эмоций, своего негодования. Это должно быть нечто другое. То есть показать ребенку, что он совершает, идет неправильным путем, совершает ошибку. И наказание – это либо как средство остановить его, либо показать ему, что он зашел очень далеко. Я правильно понимаю, вы своих детей наказывали? Или наказывали? Наказывали, да. Приходится. Я вот применяю в своей жизни с дочерью похожий метод воспитания, но не наказывал тем, что там бил ее, или куда-то наказывал в угол, ставил. Ничего нет. Мы делались с женой, мы договорились с ней, что воспитание мы будем делать путем прояснения обстановки, чтобы ребенок понимал, за что он наказан, и понимал, что он должен быть наказан, потому что что-то нарушил. А если ребенок вот просто тебя, извините за выражение, достал? Ну вот достал глубины твоих чувств, у тебя ты разгневался. Надо иметь долго терпение. Как вот сдержаться? Это очень сложно, очень сложно. Но все равно нужно иметь терпение. С любовью мы должны наказывать детей, потому что если без любви это делать, это пользы не принесет. Это ажесточитель. Ну хорошо, любишь ты ребенка, но случилось так, но ты разгневался. Если моя дочь что-то сделала не так, мы ее садили на табурет и говорили, ты посиди и подумай. Вот ты сделала что-то, ты подумай. И когда ты поймешь, что ты сделала, ты позови и расскажи, что ты понял из этого. Даже в гневе сажали? То есть она достала, и вы ее просто берете и сажаете? Просто мы ей давали стульчик и говорили, присядь и подумай о своем поведении. И уходили на какое-то время. Это не значит, что там час, там полчаса. Нет, это буквально проходило пять минут, и она звала папа или мама, что? Я вот подумал, что это неправда, неправильно. Дальше сиди. И пока она потом говорит, да, я вот сделал это не то, не то. Все, молодец, вставай, ты свободен. К слову, наказание можно отнестись не как к чему-то физическому, а как к наказу. Хочу устроить тебе умственную обработку, проработку. И было бы хорошо, чтобы мы избежали гневного наказания договориться на семейном совете, что у нас будет вечером наказание. То есть пришла мама, пришла папа, собрались другие дети, и у нас идет разбор полета. Представляете, что произошло в обед? И мы говорим об этом нарушителе, но наказываем, даем наставление, увещеваем его, спрашиваем его точку зрения, а потом на семейном совете мама, папа, другие дети присоединяются. Просто получается, что родители должны понимать цель наказания как исправление. Спасибо. Я так понимаю. Да. И я, честно сказать, по своему опыту, тоже сторонник правильного наказания. То, что прозвучало сейчас из слов священного писания. Но мне кажется, что когда ребенок делает что-то неправильное, прежде нужно все же его предупредить и объяснить ему, что этого делать нельзя. Это если он предупредит, что я хочу сделать вот то и то. Я, по крайней мере, практиковал это так. Я сказал ребенку, что этого делать нельзя. Он через некоторое время нарушает это. Тогда я его предупреждаю и говорю, если ты будешь делать это еще раз, то будет наказание. И говорю конкретно, какое наказание. Проходит время, он опять нарушает. И вы знаете, когда ты уже предупреждал, ты уже говорил. И ты просто, ну, по крайней мере, я так поступал. Только грозишь, но не наказываешь? Я просто делаю то, что я обещал. Обещал я это не во гневе, а в нормальном состоянии духа. Мы должны еще проговорить об одном стиле наказания, когда ты берешь последствия того, что сделал ребенок, на себя. Вот это наказание, которое мы видим в Священном Писании. Адам и Ева согрешили. Кто виноват? Они. Но понес и их наказание, и их потомков на себе Иисус Христос. Потому что будут моменты, когда ребенок сделает то, что хоть занаказывайся его, он либо не поймет, потому что еще рано, либо не сможет это понести. И тогда ты берешь на себя эту ответственность, как родители. Я думаю, что, еще раз, может быть, повторяю, потому что мне кажется это важным. Нужно предупреждать своих детей, что это делать нельзя, и наказывать только так, как ты обещал. Потому что это детей приучит к тому, что родители последовательны. Папа обещал, папа исполнил. Это первая страница Священного Писания Евгений. Бог предупреждает наших прародителей, Адама и Еву, не ешьте, предупреждены, предупреждены. Что будет, если сидите, предупредил, предупредил, сели, получили. Но наказание взял на себя отец. Вот эта любовь, которая идет за непослушным. А скажите, при посторонних наказывать детей можно? Нехорошо. Нежелательно, я считаю. Почему? Ну, это будет унижение для ребенка. То есть, когда он будет понимать, он будет видеть, что смотрит, как кто-то посторонний дядя, тетя, или даже ребенок посторонний смотрит, как его наказывают, мне кажется, особенно при посторонних детях. Да. Они очень переживают, когда сверстники видят, что папа или мама, опять же, в гневе, скорее всего, шлепают или еще как-то, или словом... За ухо. Да, за ухо. То есть... Подзатыльник. Для них это унижение. Ну, это формирует комплекс неполноценности, я так думаю. И в итоге такой ребенок однажды просто может дать сдачу, образно говоря. Или наоборот, более того, он может уйти из дома. То есть непокорность будет проявлять. Да, какой-то протест будет. Поэтому, чтобы этого не было, нужно действительно, как было сказано, вечером разбор полет за день, то, что сделали. Вечером уйти домой, пойти домой, сказать, что буду с тобой разговаривать. Или сказать, так, я прошу тебя, пойдем со мной. То есть отвезти в комнату и закрыть двери, даже если там есть и другие какие-то, и поговорить. Если он не понимает, тогда наказывать, конечно. Хорошо, друзья. Ну что, наше время подходит к завершению. Еще много есть вопросов, о чем можно было бы поговорить. Но все же я благодарен вам, что вы разделили это время, и мы могли поднять такую важную тему. Спасибо. Итак, можно ли предугадать свою старость? Вывод прост. Авторитарных и чрезмерно жестких людей в их старости ждет ненависть их же детей. Безучастным, которым некогда воспитывать своих отроков, может быть обеспечена старость в доме для престарелых. А те, кто идут на поводу у своих капризных детишек, в старости они могут стать жалкими и ненужными рабами своих деспотичных королей. Счастливая же старость ждет только тех родителей, кто заботой, вниманием к своим детям в их детстве просто завоевывают доверие и авторитет, и тем самым прокладывают себе дорогу к счастью. Это когда в вашей старости дети будут приходить к вам не тогда, когда у вас пенсия, чтобы получить от вас помощь, а наоборот, они будут приходить с полными пакетами к вам. То, как мы воспитываем детей сейчас, это и есть один из определителей того, что нас ждет в будущем. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были вместе с нами в программе «Суть мужчины». Я надеюсь, что мы не наговорили здесь ничего лишнего, как это свойственно настоящим мужчинам. Если у вас есть вопросы, предложения, или вы желаете стать участником нашей программы, звоните на номер телефона, который вы видите сейчас на экране. Мудрости вам и счастья! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok